МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» продолжается. Как отметил свой юбилей Дом детского творчества. Модернизация турбинного оборудования Смоленской АЭС позволила повысить мощность двух турбоустановок в сумме на 2,4 мегаватта. Как сообщил начальник турбинного цеха атомной станции Юрий Осипов, увеличился не только коэффициент полезного действия турбины, но и надежность работы оборудования, что поможет снизить затраты на эксплуатацию. Таких результатов удалось достичь благодаря замене традиционных уплотнений в проточной части турбин на уплотнение сотовой конструкции. Смоленская АЭС первая в концерне «Росэнергоатом» начала реализовывать данный проект. Работы ведутся с 2003 года. Атомэнергосбыт предлагает несколько способов оплаты за электроэнергию о том, как это можно сделать в нашем сюжете. С 2014 года десногорцы в квитанциях на оплату за электричество заметили, что кроме МУП ККП в качестве исполнителя услуг появился получатель филиал «Смоленск Атом Энергосбыт». На вопрос, как эти две организации связаны между собой, нам ответил представитель филиала. Филиал «Смоленск Атом Энергосбыт» заключил договора энергоснабжения с управляющими компаниями на вводе в дом по поставке электроэнергии. И также заключен договор агентских услуг, где филиал «Смоленск Атом Энергосбыт» выступает как агент и предоставляет коммунальные услуги для собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, где занимается расчётами, выпуском платёжных документов и сбору денежных средств. Для удобства потребителей электроэнергии счета можно оплатить несколькими способами. Непосредственно по адресу расположения офиса. Он указан в вашей квитанции. Также оплату можно внести в отделениях и банкоматах Сбербанка, в отделениях Почты России. Кроме того, передать показания счётчика и произвести оплату можно на официальном сайте «Атом Энергосбыта». Если зарегистрироваться на этом сайте и открыть личный кабинет, вам станут доступны дополнительные услуги. Посмотреть все начисления за прошедшие месяцы, посмотреть всю свою оплату, выпустить электронный счёт, подписаться на уведомления о образовании задолженности за электроэнергию. Без регистрации можно воспользоваться услугами, такими как внести показания приборов учёта и оплатить квитанцию. Дополнительную информацию можно получить по адресу город Десногорск коммунально-скорская зона, АБК РСЦ первый этаж, либо позвонив по телефону 3 30 15 3 30 54, либо обратившись на официальный сайт «Атом Энергосбыта». Показания вашего счётчика можно передать лично, также их спишут контролёры Энергосбытовой компании. 19 ноября специалистами пожарно-спасательного центра были уничтожены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. 11 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, найденных в Вележском районе Смоленской области в деревне Ястреб. Как сообщает Главное управление МЧС России по региону, от опасных находок никто не пострадал. 20 ноября во второй школе Десногорска состоялось межведомственное областное совещание по правам ребёнка, доступной правозащите и по правовому просвещению. Это мероприятие было организовано администрацией и комитетом по образованию Десногорска во Всемирный день ребёнка. На совещание по обмену опытом собрались педагоги-представители инстанций по правовой защите детей из городов Смоленск, Вязьма, Дорогобуш и Рослов. Всех приветствовал глава администрации Вячеслав Сидунков. Это мероприятие состоялось в школе номер 2 неспроста. Потому что школа номер 2 является одной из участников экспериментальной площадки по правовому воспитанию детей. Именно школа 2 активный участник во всех конкурсах по правовому воспитанию. Именно во второй школе у нас создан институт уполномоченных по правам детей и школьников. Именно в школе номер 2 у нас существует самостоятельная школьная республика. В Смоленской области проходит месячник правовых знаний. Сегодня, в день принятия конвенции о правах ребенка, в Десногорске организована площадка по распространению наработанного десногорскими педагогами опыта профилактики нарушений прав детей. Новые технологии, опыт, лучшие площадки встречают нас, регион, в этот день. Поэтому лучшей площадкой по праву мы считаем город Десногорск. В этот день во второй школе прошли мероприятия и открытые уроки по правовой защите и просвещению. Блок криминальных новостей. Сотрудники вневедомственной охраны с поличным задержали подозреваемого в краже над грубья на кладбище в деревне Кириллы Рославльского района. При обследовании территории кладбища полицейские установили, что гражданин действительно снял ограду с чужой могилы, чтобы потом сдать ее в металлолом. Подозреваемый, 19-летний, нигде не работающий, житель Рославля, был доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье кража. Подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина обнаружили полицейские в Сафоновском районе Смоленской области. Организованная преступная группа из четырех человек незаконно распространяла наркотики на территории области. Лабораторию соорудил в собственном доме организатор преступной группы, 28-летний неработающий житель Сафонова, ранее судимый за незаконный сбыт наркотических средств. У него обнаружили значительное количество химических препаратов, необходимых для изготовления амфетамина, и готовый к сбыту наркотик массой 100 граммов, а также около 50 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. На территории области обнаружены поддельные денежные купюры. Так, при пересчете денег в расчетно-кассовом центре по улице Большая Советская в Смоленске были обнаружены и изъяты три поддельных денежных купюры номиналом в 5 тысяч и 1 тысячу рублей. Одна из пятитысячных фальшивок поступила из автозаправочной станции, расположенной в Вележском районе. Вторая поддельная купюра номиналом 5 тысяч рублей поступила из АЗС, расположенной в Рословском районе. Фальшивая тысячная купюра из Ярцевского акционерного общества. Уважаемые десногорцы, будьте бдительны. С 17 по 24 ноября на территории Смоленской области и в Десногорске в частности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Цель операции – сделать автобусы безопаснее. В рамках данной акции наш город посетил старший государственный инспектор управления автодорожного надзора по Смоленской области Валерий Белоцкий. Вместе с инспекторами ДПС он приступил к дежурству. Проверяли наличие непросроченных аптечек, опломбированных и годных к использованию огнетушителей, рабочих кнопок экстренного вызова водителя, тахометров и доступность аварийного выхода. Показания спидометра с нами. У водителей проверялись путевые листы с отметками о прохождении предрейсового медосмотра и с отметкой о технической исправности автобуса. Все это делается для того, чтобы автобусы стали более безопасными. Итоги оперативно-профилактического мероприятия будут подведены на следующей неделе. Переходим к новостям культуры. С 1998 года по указу президента Российской Федерации в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День Матери. В преддверии праздника 24 ноября Десногорская Центральная Библиотека приглашает десногорцев и гостей города на вечер презентацию «Безграничная любовь». В этот вечер героинями станут самые талантливые и самые творческие мамы. Вечер состоится в читальном зале библиотеки. Начало в 18 часов. Большим концертом в городском центре «Досуга» 19 ноября отметили юбилей своего учреждения работники и воспитанники Десногорского дома творчества. Сегодня юбилей дома детского творчества собрал большое количество десногорцев. Столько, что людей невозможно рассадить по местам. Каждого, кто пришел в этот вечер на праздник, что-то связывает с Домом творчества. Особенно нам нравится лето, лагерь для детей. Он развивает детей. Они хорошо проводят время и, конечно же, с пользой. И родители не беспокоятся, когда на работе. У меня ходит в Дом детского творчества ребенок. Она занимается танцами и очень нравится. Ну и хотелось в первый раз посмотреть. Ходили в Дом творчества дочь, одна и другая ходила, а сейчас внучка ходит. Я раньше работала в Доме творчества на вахте. Очень довольна, что меня пригласили сюда, в этот прекрасный зал, на этот прекрасный юбилей. Мне нравятся больше всего коллективы. Они интересные и многие знакомые присутствуют. Я вожу свою внучку на занятия в группу «Развивайка». Мы уже ходим второй год. Ей очень нравится. И я с удовольствием. Мне есть чем заняться на пенсии. Ну вот с удовольствием ходим, занимаемся. Очень нравится заниматься Доме творчества. Поздравить юбиляра пришли почетные гости, представители руководства города, образования, церкви и Смоленской атомной станции. От всей души в юбилей, в праздник Дома детского творчества, хотелось бы пожелать коллективу творческого задора, интереса и развития в сторону наших детей. В празднике приняла участие первый руководитель Дома детского творчества Светлана Терехова. Много поздравлений и слов благодарности прозвучало для нее в этот вечер. Уважаемые танцы, вы не только сделали Дом творчества, вы сделали всех нас, все образование. Творческие объединения выступили со своими лучшими номерами. Много было в этот вечер цветов, шаров и аплодисментов. Руководство города наградило благодарственными письмами педагогов учреждения. Хочется отметить, что многие из них уже больше 25 лет трудятся в Доме детского творчества. Мы поздравляем коллектив с юбилеем и желаем успехов в работе и новых побед. Новости спорта. В польском городе Ополе прошел первый Кубок Европы по подводному спорту среди юношей. 13-летний смоленин Иван Казаков представлял нашу страну. 200-метровую дистанцию он преодолел быстрее соперников на 9 секунд и стал лидером. В Смоленске пройдет игра «Золотого дивизиона» российской товарищеской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года. На ледовой арене Дворца спорта «Юбилейный» 29 ноября сыграют «Смоленский Автодор» и «Столичный Космо». В субботу, 21 ноября, любители футбольных баталий могут поболеть в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» на турнире имени Виктора Солоненкова. Начало соревнований в 10 часов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.